На встрече присутствовали около 100 руководителей крупных организаций, общественников, представителей санитарно-курортной отрасли, сотрудников администрации и общеобразовательных учреждений. Всех интересовали социальные вопросы, а также тема образования. За пять лет в нашем районе возведены две пристройки к детским садам, номер 74 в Головинке и 84 расположенном в микрорайоне Лазаревска. Всего это 200 дополнительных мест. Заканчивается ремонт в детском саду номер 87 в Чемитаквадже. В рамках социальной программы отметил городоначальник в северной части Лазаревского района построить детский сад и новую школу. Необходимость такого решения назрела давно. Местным детям приходится добираться на учебу за 30 километров в микрорайоне Лазаревска. Мы сейчас приступили к проектированию первому этапу, вернее объявили конкурс на проектирование школы в Совете Кважный. В лучшем случае школа будет построена в 2016 году. Сначала процедура конкурс на проектирование, потом получили проект конкурс на строительно-монтажные работы. Мэр сказал, что в Сочи сейчас проживает 44 тысячи детей в отрасли до 18 лет, а мест в школах дополнительного образования 45 тысяч, так что каждый ребенок сможет найти увлечение по душе. Тем более руководство город делает все, чтобы заниматься ребятам было комфортно и уютно. За пять лет капитально отремонтировали здание Лазаревского районного центра национальных культур, сельские дома культуры, ваулах Тхагапш и Калеш. Обновлены дома культуры и в Головинке, и в Дагомысе. Динамично развивается сфера физкультуры и спорта. Всего за это время в районе построено 29 спортивных игровых площадок, а 24 июля открыли современный многофункциональный спорткомплекс с двумя залами. Жители интересовало, как будет развиваться сфера спорта в постолимпийский период. Мы все имели возможность лицезреть эти потрясающие события. А в преддверии этих событий было построено и отремонтировано большое количество спортивных площадок, чего стоит один только наш уникальный Лазаревский спортивный комплекс. Скажите, в связи с этим, будет ли дальше продолжаться эта тенденция? Мы планируем, что в течение 2015-2016 года построим два плавательных бассейна. Один в центральном районе Сочи, другой в Лазаревском районе. Министр спорта нам это пообещал. В рамках городской целевой программы в Лазаревском районе освещены 125 улиц и переулков. Из них 40 в городской черте и 84 в сельских округах. Также идут работы по газификации района. Голубое топливо теперь есть практически в каждом доме аульчан. Тысячи жителей сельских округов Лазаревского района получили газ в рамках краевой программы газификации осел Большого Сочи. Деньги выделили в том числе и городские власти. До конца года голубое топливо придет в дома жителей поселка Волконка, Солоники и Мирный. И эта работа будет продолжена. Не забывают власти о ветеранах. Специальные группы посещают каждый дом героев войны, узнают об их потребностях. В рамках подготовки к 70-летию Великой Победы благоустроят дорогу, ведущую к ветеранским домам, расположенным по улице Малышева. Анатолий Николаевич дал распоряжение сделать тротуар до 15-го дома. Анатолий Николаевич, буквально через неделю, максимум полторы недели тротуар будет готов. Также власти города приняли программу по строительству социального жилья на улице Малышева. Застройщик должен отдать около 100 квартир учителям и медикам. В ближайшие дни откроется многофункциональный центр, расположенный по улице Лазарева, 58, где местные жители смогут в одном месте и без очередей получить государственные и муниципальные услуги. Игорь Кырпа, телекомпания ФКТ.